Всем привет, дорогие друзья. В последнее время я часто сталкиваюсь с вопросом, стоит ли ехать из Украины, отдыхать за границей или лучше не рисковать, переждать эпидемию и постараться отдохнуть в своей стране. В этом выпуске, мы рассмотрим, где принимают наших соотечественников без обязательной самоизоляции. Каково соотношение заболевших вирусом к общему количеству граждан, в этих странах и сравним с ситуацией у нас. А также обратим внимание на то, что может быть интересного там, где нас принимают. Ну что ж, приступим. Турция. Турция не требует тестов на коронавирус и карантина по приезду. В Турции одни из лучших санитарных норм в регионе, вместе с тем нет ощущения каких-то неудобств. По возвращению из Турции не нужно проходить самоизоляцию, так как Турция отнесена к странам зеленой зоны. В Турцию летают две авиакомпании из Украины, Turkish Airlines и Pegasus из нескольких городов нашей страны. Население Турции — 83 миллиона человек, официально зарегистрированных заболевших коронавирусом 249 тысяч. Министерство здравоохранения каждую неделю публикует информацию по распределению стран на зеленые и красные списки. С 12 августа Кабмин изменил принцип распределения стран в красную или зеленую зоны. Отныне в красный список Украина включает государство, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. По состоянию на 14 августа список выглядит следующим образом. Весь список смотрите на сайте МОЗ. Болгария. По решению властей этой страны въезд в Болгарию без тестов и карантина разрешен украинским туристам начиная с 16 июля 2020 года. По возвращению не требуется тест на COVID-19. Карантин по возвращению украинцы проходить также не будут, если Болгария будет в зеленой зоне. Румыния разрешила транзит через свою территорию. Для поездки в Болгарии через территорию Румынии на автомобиле достаточно бронеотелей в Болгарии. Население Болгарии около 7 миллионов, а заболевших COVID-14 с лишним тысяч, этот уровень гораздо ниже, чем заболеваемость в Украине. Египт. Одним из излюбленных курортов наших граждан является Египт. С 1 июля туристы могут попасть на отдых, без обязательного тестирования и самоизоляции как на месте, так и по возвращению домой, в три курортные провинции. Южный Синай, Шарм-эль-Шейх. Красное море Хургада. И Марса-Матрух, северное побережье Египта. По прилету самоизоляция не нужна. Страна находится в зеленом списке. Количество заболевших в этой стране на 100 тысяч человек всего 2,6, тогда как в Украине таких аж 45,6. Шарм-эль-Шейх. Это курортный город в Египте, расположенный между пустыней Синайского полуострова и Красным морем. Шарм-эль-Шейх славится своими тихими песчаными пляжами, чистой водой и коралловыми рифами. Среди туристов популярен залив Наама, вдоль которого тянется окаймленная пальмами набережная с множеством баров и ресторанов. Еще одно известное место – парк Рас-Мохаммед, который особенно привлекает любителей дайвинга. Здесь можно поплавать рядом с затонувшим кораблем Тестригорн и посмотреть на рифы Шарк и Иоланда. Так как Шарм-эль-Шейх ограничен двумя национальными заповедниками, выходящими к морю, то линия побережья, которая может быть занята постройками, имеет длину около 30 километров. В настоящее время практически все участки берега, пригодные для строительства, застроены элитными отелями или отведены под возведение новых жилых комплексов. Город продолжает расти вглубь побережья, в сторону горной гряды. В городе нет высотных и даже многоэтажных зданий. Как правило, жилые дома возводятся в виде небольших комплексов благоустроенных одно-двухэтажных вилл и таунхаусов, которые, как и многочисленные двух-трехэтажные отели, сосредоточены вокруг хорошо озелененной территории с современной инфраструктурой, магазинами, ресторанами, бассейнами и садами. Ввиду растущей популярности курорта инвестиционные компании Египта вкладывают в инфраструктуру города огромные средства. Если в вашей экскурсии предусмотрен дайвинг, то помните, аренда гидрокостюма оплачивается отдельно, о чем могут не сказать, так что возьмите с собой дополнительно 5-10 долларов на человека. Также не помешает взять антисептик для обработки маски и трубки. Сафари в Египте Это отдельная тема, которой посвящен специальный выпуск на канале. Там вы сможете увидеть катание на лошадях, верблюдах и квадроциклах. Дороги в этой стране очень хорошие, построены прямо в пустыне, среди гор. В Египте в принципе, сначала делают хорошую дорогу, посреди пустыни, а уже потом что-то строят. Песчаные бури могут застигнуть вас врасплох, так что наличие арафатки, это не дешевые понты, а естественная необходимость. Знак мира Находится на площади мира, в окружении из кольца света музыкальных фонтанов. Сумму в 25 миллионах египетских фунтов на воплощение проекта пожертвовал бизнесмен Наси Рабдель Латит. Конструкция в виде земного шара с восемью крыльями, указывающими стороны света, символизирующими бога Ра. Установлена на основании из черного гранита, далее переходящая в цветок лотоса. Конструкция вошла в книгу рекордов Гиннеса, как самое большое произведение искусства из металла. Шарм Эль Шейх активно строится и с каждым годом становится все привлекательнее. Ссылка на источник информации о зонах распределения стран, будет в описании. Всем приятного отдыха в любой точке планеты и до новых встреч в следующих выпусках.